Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, добро пожаловать в очередной выпуск наших интересных новостей. И сегодня мы поговорим про Илона Маска, который хочет создать парящий в воздухе электрокар Тесла. Hyundai занялась разработкой универсального колесного шагохода Tiger. В Mi IT разработали установку, которая печатает готовых роботов. Несколько стран Евросоюза протестируют аппараты eHank в качестве скорой помощи. На эти темы мы поговорим сегодня в нашем выпуске. Обязательно подписывайтесь на канал, друзья. Усаживайтесь поудобнее. Я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать! Основатель Тесла Илон Маск заявил, что хочет, чтобы электрокар Родстер смог парить в воздухе. Об этом он рассказал Джо Рогану в новом эпизоде подкаста. «Я хочу, чтобы он парил, и я пытаюсь понять, как сделать эту штуку с парением без, знаете, убийства людей», — сказал Маск. Илон предполагает, что машина могла бы зависать в воздухе на высоте около метра над землей. Маск хочет, чтобы при резком падении электрокара человек внутри не пострадал. Парить электрокару Тесла Родстер позволят, вероятнее всего, реактивные сопла. Напомню, электроспорткар компании Маска должен появиться на рынке в 2022 году. Для реализации идеи Тесла еще придется постараться убедить регулятора в том, что ставить ракетные двигатели в машину безопасно. Миллиардер также планирует сделать так, чтобы новый Родстер мог преодолеть небольшое расстояние в полете. Автомобиль будет разгоняться до 100 км в час, менее чем за 2 секунды, а его запас хода составит 965 км. Ранее китайские регуляторы усомнились в качестве и безопасности автомобилей компании. Власти провели переговоры с руководителями подразделений автогигантов Пекини и Шанхаи после жалоб клиентов на проблемы с Тесла, например, на сбои при управлении электромобилем, а также на возгорании батареи. Тесла предписали улучшить управление автомобилями, а также соблюдать китайские законы и защищать права потребителей. Компания согласилась с требованиями и признала ряд недостатков в своих бизнес-процессах. Недавно созданное подразделение New Horizon Studios в составе компании Hyundai опубликовало детальное описание новой машины, над которой планируют вести работу. Она стала идейным наследником концепта Elevate – транспортного средства с комбинированным шасси, которое может ездить и шагать. Новинка получила название Tiger. Tiger – это одновременно и упрощение конструкции Elevate и ее модернизация для практического применения. Оригинальный концепт критиковали за излишнюю утопичность и футуристичность. Да и сами разработчики столкнулись с рядом трудностей, поэтому приняли здравое решение убрать самый проблемный элемент, а именно пассажирскую кабину. Это сразу решило ряд вопросов с безопасностью и значительно расширило область потенциального применения машины. Аппарат Tiger является беспилотником на универсальном колесно-шагающем шасси, где каждый манипулятор имеет шесть степеней свободы и автономную силовую установку. Все ключевые элементы конструкции выполнены из углеродных композитов и создаются методом 3D-печати. Машина сохранила оригинальную систему датчиков для анализа рельефа в реальном времени и выработки оптимального способа преодоления препятствий. Грузоподъемность Tiger не уточняется, однако разработчики заверили, что на платформу помещаются носилки с человеком, модуль для посева семян, датчики анализа окружающей среды для излучения других планет и прочее оборудование. Самое перспективное направление развития – мобильная платформа для запуска дронов. Тем более, что у Hyundai уже есть свое подразделение по разработке автономных аппаратов вертикального взлета. Заявлена, например, новая опция взаимного обмена энергией. Tiger сможет подзарядить дрон, а дрон сможет доставить сменные батареи для наземной машины. Инженеры MiIT воплотили в жизнь концепцию полностью автоматизированного производства простых дронов и роботов без участия человека. Их разработка получила название Laser Factory. Она сочетает в себе принципы 3D принтера и сборочного механизма. При создании робота система сама расставляет узлы и детали, печатает для них электронные управляющие схемы и соединяет все воедино. В текущей версии у Laser Factory есть одно принципиальное ограничение. Система может создавать только роботов с двумерной основой. На листе пластика намечаются контуры будущей конструкции. По чертежу на соответствующие места расставляются готовые компоненты. Например, контроллер управления полетом и моторы квадрокоптера. Между ними прокладываются проводящие дорожки для управляющих сигналов из жидкого сплава на основе серебра. Когда все части установлены, лазер запекает дорожки до отвердевания, а затем вырезает робота из пластикового листа. Процесс быстрый, простой и эффективный. На демо-видео маленький дрон взлетел уже через мгновение после постройки. Это ключевой момент. Технология предназначается для массового производства простейших роботов. Например, если в условиях ЧП нужно создать летающую флотилию с камерами для быстрого осмотра обширного пространства. Или для постройки роботов в рамках образовательного процесса. Для дешевого создания множества прототипов в лабораториях. На следующем этапе создатели Laser Factory хотят обучить систему строить уже трехмерные объекты со сложной конструкцией. Также необходимо улучшить процесс печати дорожек, сделать их тоньше, а схемы расположения сложнее, чтобы получить возможность строить не только простых, но и эффективных многофункциональных роботов разного назначения. Беспилотные и витол-аппараты от компании E-Hank отправляются на новую серию испытаний в Европе. Китайский разработчик продемонстрирует возможности летающей скорой помощи сразу в двух проектах в рамках AirMor и SeferMed. Серия полетов AirMor пройдет в Люксембурге, Норвегии, Финляндии и Германии, а SeferMed в Бельгии, Германии и Нидерландах. Обе инициативы организованы и финансируются Европейским Союзом, а их ключевые цели – доказать эффективность и витол в оказании скорой медпомощи и разработать свод правил для поставщиков таких аппаратов. AirMor станет флагманским проектом для E-Hank и Евросоюза. Китайская компания разработает общую концепцию для эксплуатации беспилотников в сфере здравоохранения, предоставит и витол-аппараты для двух пассажиров E-Hank 216 и проведет серию демонстрационных полетов в четырех городах. В Люксембурге, Ставангере, Хельсинки и Нордгессени. Основной упор будет сделан на работу служб экстренной помощи, но этим не ограничится. Полученные результаты испытаний, как сообщил портал E-Vitol, будут использованы при разработке набора правил и сертификатов для общей городской аэромобильности. Что касается SeferMed, то полное название этого проекта звучит так – «Безопасная и гибкая интеграция передовых сервисов U-Space для медицинской воздушной мобильности». Эта инициатива полностью посвящена системе здравоохранения ЕС и в первую очередь Бельгии, Германии и Нидерландов. И Хэнк уже прошла отбор среди более чем 30 компаний и теперь будет сотрудничать с несколькими больницами и смежными медучреждениями трех стран. Дата проведения первых демонстраций не сообщается, но по словам представителей SeferMed, они начнутся раньше, чем проект AirMure. На этом я буду заканчивать, дорогие друзья. Обязательно поставьте жирный лайк этому выпуску и не забудьте подписаться на канал. Также жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Ну и конечно я жду ваших комментариев внизу. Напоминаю, что вы можете ознакомиться со всеми нашими полезными ресурсами по ссылкам в описании. Ну а я буду с вами прощаться. Еще раз большое спасибо вам за просмотр. Я желаю вам отличного настроения и успехов. Жду вас в следующем выпуске. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok